привет всем вы на канале тактик медиа и у нас сегодня в гостях реконструктор военный историк александр поволодский рад видеть аналогично мы собственно да мы собственно подошли к тому чего ждали очень многие прежде чем я начну я во первых хочу сказать спасибо сергею сафронову он прислал мне немножко информации по штатам и еще один человек которого я сейчас не помню нашел мне на памяти народа штат медико-санитарного батальона 44 года спасибо информация пока крайне обрывочная но уже исключительно интересная и ответ и привет передаю новогородским пацанам в окопах с прошлого раза и донецким хирургам и выздоравливающим в наших госпиталях которые тоже писали привет вам всем парня всем привет и мы переходим собственно к тому что у нас началось а началось началась война совсем неожиданной войны не было в принципе всем было ясно к чему все идет войска выдвигались границы располагаясь там как писал впоследствии монштейн не оборонительно не наступательно ну на самом деле немецкие наши наши потом но монштейн потом анализируя то что он узнал писал что мы без монштейна все знаем кто куда выдвигался и зачем ну в принципе да то есть по размещались там где можно было разместиться развертывалась медицина в частности было заготовлено 4 миллиона индивидуальных пакетов круто но все наши медицинские запасы постоянные санитарные поезда большие склады санимущества были расположены у нас в тылу особых округов ну логично конечно да ну то есть минск например да конечно там сотни поездов в минске понятно что очень много санитарного имущества у нас в первые недели войны погибло или попало к немцам началось развертывание новых дивизий началось развертывание новых госпиталей и соответственно новых медсанбатов и в армию огромным потоком хлынули гражданские врачи теоретически советские врачи были военно обязанными и теоретически у них была даже военно-полевая хирургия на практике в институте так скучно преподавали бмп ппм дмп дг ппг что-то и не помню был ли он в схемах это писал амосов впоследствии основываясь на своих судя по всему дневниковых записях аналогично все мемуары которые я встречал я повторяю это человек из всего курса военно-полевой хирургии запомнил какие-то кружочки квадратики стрелочки и какие-то аббревиатуры ну то есть понятно что были написаны указания по военно-полевой хирургии и амосов при виде этих указаний скажем так изумился маленькая брошюрка на серой бумаге другое дело что амосов был человеком умным и внимательно почитав брошюрку очень многое в ней понял были случаи когда у призванных врачей было прям вот внутреннее сопротивление воинской дисциплине то есть реальное непонимание почему от них требуют изготовить ну работа военторга была вечной темы для крокодила всю войну почему от них требует изготовить петлицы знаки различия зачем все это ну и в общем даже к необходимости наблюдения за воздухом относились невзирая на уже встречу с не встреча с немцами относились в общем как-то расслабленные спустя рукава понимаешь какая штука переход от мирной жизни к военной да это штука такая то есть сейчас по нашей армии видим как она попала в своего и как бы какой переход от мирного времени к военному произошел фактически он не произошел он не жаленю во мне не произошел а в армии он произошел наоборот в обществе ногар на мой взгляд общество гораздо больше перешло чем во многом армия вопрос дискуссионный ну давай так это вообще отдельная тема и смотри об этой теме можно будет поговорить лет через пять когда хотя бы часть первички будет обработана конечно потому что пока что мы гадаем на пальцах у нас есть несколько случайных мисс не связанных фактов мы из них не построим ничего разумного да конечно я тебе рассказывал сколько лет ушло у англичан на попытку систематизировать свои данные по раненым конечно конечно на то есть учитывая что сейчас у нас и масштабы меньше и компьютеров больше я думаю что лет через пять об этом можно будет говорить не в смысле будет разрешение в смысле будет техническая возможность сказать что-то связанное что у нас и что еще и так переход к военному времени надо понимать что ни одна страна мира никогда ни при каких затратах денег не подготовит нужное количество военных хирургов для большой войны одна банальная причина у нас нет столько огнестрельных ранений чтобы каждый будущий военный хирург прооперировал хотя бы 10 натренировался на да ну потому что изучение литературы изучение теории это конечно важно но как показывает практика первые полгода работы госпиталь медсанбат косячит по страшному понятно даже кадровые понятно то есть кто успел повидать там хасан холхенгол финскую у тех что то получается кто этого не видел те делают абсолютно стереотипные ошибки эти ошибки делали американцы эти ошибки делали немцы эти же самые пятачки я собирал немножко информации эти же пятачки у нас там в том же самом донецке в четырнадцатом пятнадцатом делали просто со страшной силой что такое пятачок вот у нас подходит врач к раненому у раненого небольшое входное отверстие врач не понимает вернее как он может быть головой понимает а хвостом еще не понял спинным мозгом он не понимает что всякая огнестрельная рана серьезнее чем выглядит но он помнит что на серьезе ему нужно что-то сделать он начинает делать что-то он берет и делает кругообразное иссечение кожи без рассечения раны то есть делает две ошибки подряд потому что он вроде бы сделал много по площади он вроде бы как-то помог и он свою совесть несколько облегчил вот такое вот опять же к сожалению такая практически неизбежная вещь немцы эту войну вели но как как совсем другую войну не то что в европе мы это прекрасно знаем потому что тот же самый план ост он таки был черновики от него остались то что немцы так и так и закончили на обсуждении черновиков это не их заслуга и вот я зачитаю немножко воспоминаний во дворе этого госпиталя была хорошая мишень для фрицев сшитые простыни с красным крестом растерянные на земле мол бомбить не будут немцы так его бомбили и нам досталось пришлось дважды искалеченных раненых спасать при втором заходе немцы с каким-то нечеловеческим удовольствием стреляли по девчонкам таскавшим носилки с ранеными из пулеметов стреляли с бреющего полета и хорошо видели в кого стреляли а один гонялся за привязанной на полянке козой стрелял пока не убил но на тот момент немцы все еще воспринимали это как большую веселую охоту ну я бы не стал так говорить однозначно нет немцы если брать люфтваффе к сожалению вели очень серьезную войну прямо с самого утра 22 июня они вели серьезно то что они там могли издеваться в какой-то момент это да понятно они это воспринимали еще раз как скорее охоту как как борьбу с противником который конечно как почти как настоящий но заведомо более слабый поэтому можно можно отвлечься на козу ну естественно при том что у нас деликатно называется переходом армии подвижной обороне отход с целью спрямления линии фронта нет это немецкая немецкая это не это это немцы у нас это называется армия армия перешла подвижной обороне естественно помощь раненым сводилась к абсолютному минимуму но по уставам и наставлениям есть минимальный нормальные максимальные объемы оказания помощи и при устойчивом фронте и нормальном потоки раненых то есть ожидаемом оказывается естественно нормальный объем помощи при отступлении либо при очень большом потоки раненых оказывается объем помощи минимальный а в каком случае оказывается максимальный объем помощи при наступлении в окружении интересно когда эвакуировать некуда в надежде что пробьется мы пытаемся все что можно сделать на месте ну потому что суть этапной эвакуационной системы мы этого не раз обсуждали это раненого нужно убрать от фронта на то расстояние на котором он за какое-то разумное время по этому расстоянию выздоровеет потому что нам не нужно ни каждого поцарапанного вести в новосибирск под москвой не пытаться вылечить раненого в живот в батальоне это все делали и по имеющимся нашим дспшным данным до 75 процентов раненых удавалось даже при отступлении эвакуировать с поля боя примерно 10 процентов раненых заведомо попадали к немцам судьба примерно 15 процентов оставалось невылично незадокументированной но в принципе это вообще изумительная статистика потому что читаешь большую часть военной статистики любой страны и видишь что вот у нас допустим есть там мы точно знаем количество раненых пораженных там это вот я смотрел статистику по химоружию вот есть данные по иприту есть по фазгену есть по хлору а 60 процентов это самый отравляющий агент не установлен что в принципе вот эти вот скрупулезное высчитывание процентов иприта фазгена и хлора делает довольно бессмысленно по мере того как красная армия терпела поражение в тылу формировались новые части самый конечно от формирования 42 но мы к ним мы до него дойдем существенно позже и очень быстро стало ясно что врачи в общем имеют свойство кончаться во время уже во время битвы за москву на уровне на секундочку товарища ефима ивановича смирнова начальника санитарной службы красной армии обсуждался вопрос что в одной из дивизий на всю дивизию есть девять врачей из которых ровно ноль хирургов да уж вот николай михаил чамосов наш был в будущем один из крупнейших кардиохирургов советского союза очень хороший писатель между прочим поддерживает традицию писателей писателей врачей начала века чеховскую традицию я бы сказал наверное да ну скажем так чехов все-таки был не особо чехов относительно мало работал врачом относительно мало работал все так вот он внезапно выхватил две шпалы на петлице и получил пост ведущего хирурга подвижного полевого госпиталя номер 2266 причем очень любопытная была схема опять же по воспоминаниям был начальник госпиталя который фактически был подчинен главному хирургу то есть фактически главный хирург госпиталя был его начальником и начальник был его завхозом ну вот опять же вы так лучше чем в российской императорской армии когда мы обсуждали где начальник был офицер который там бесконечно лучше дело в том что опять же он это начали проводить и проводили всю войну с большим или меньшим успехом хирургам было запрещено занимать не хирургические должности то есть если ты хирург то вот тебе скальпель и оперируй если ты очень хороший хирург ты будешь хирург консультант фронта и в общем амосов несколько изумляется потому что весь его хирургический опыт это несколько лет работы младшим хирургом в районной больнице им он спрашивает а где на и где наши кадровые где наши профессора где наши академики ему объясняю что профессора это у нас хирурги консультанты армии фронтов кадровые у нас хирурги консультанты дивизий а вот вам ппг товарищ амосов вот вам две шпалы не всем себе не отказывайте правда некоторая поблажка ппг 2266 на в начале войны был специализирован по легкораненым на это еще попроще чуть-чуть ну там есть много своих нюансов но госпиталь для легкораненых в сорок первом году это накормить перевязать убедиться что никто не затяжелел погрузить эвакуировать то есть фактически это был не госпиталь это был такой немножко расширенный медицинский пункт причем даже скорее полковой чем дивизионный и вот ему все это ему выдают госпиталь на конной тяге и он получает первых своих раненых и вот он осматривает раненых в принципе все прилично обработаны все прилично сделано и один из раненых насколько я понимаю постарше доктора говорит доктор у меня тосколок под кожей катается может его вырезать над этим несколько растерянные амусов но потому что это не вообще первый день абсолютно самостоятельной работы несколько растерянные амусов говорит да да сейчас вот сделаем местное обезболивание и под местным не говорит пациент я не дамся мне не выдержать заморозки я тебе рассказывал про заморозку да эти больше скажу в принципе там чуть ли не до чуть ли не до сих пор пожилые люди местное обезболивание называют заморозкой я подозреваю что это именно вот этот термин живущей собственной жизни в общем не выдержать заморозки а в указаниях по военных временных инструкциях по военно-полевой хирургии у нас мы даже указаний не было это были на временные инструкции это брошюрка у меня есть там написано что абсолютным противопоказанием к местному обезболиванию является отказ раненого раненый имеет право отказаться от местного обезболивания хорошо говорит амусов в конец очереди сейчас всех осмотрим и прооперируем вот прям легия артист как положено и вот операция медсестра старшая медсестра дает 1 в жизни самостоятельный наркоз люди современные следят за прогрессом поэтому раненого дают хлоретил как льют льют хлоретил раненый кричит душит душит вырывается и соскакивает со стола его успокаивают укладывают на стол а в укладке перевязочного стола на такой случай есть ремни раненые бывают перевозбужденные его привязывают ремнями начинают капать хлоретилом кричит душит душит из ремней вырваться не может но голову из маски вывертывает активный но на самом деле я чуть позже расскажу что об этом написал сам амусов и добавлю еще свой комментарий который амусов тогда упустил хорошо давайте перейдем на эфир вот на фразе хорошо давайте перейдем на эфир на одной из моих лекций одна из слушаний сказал прийтие за что будь возьмусь я вообще анестезиолог по профессии потому что человеку третий раз дают наркоз подряд круто да нему дают наркоз и он засыпает бедолага и а его начинают резать скальпель тупой и режет плохо пациент просыпается и орет хорошо что привязан его успокаивает докапывают эфир меняют скальпель начинают резать пациент вырывается и орет тоже ремнями прикручен ты помнишь тебя что мы эти просто раз рассказывал про ведение наркоза у неопытного наркотизатора наркоз либо слишком глубокий либо недостаточно глубокий на эфире у неопытного наркотизатора пациент просыпается и мешает оперировать дотомосов чувствую что на него смотрит он оборачивает через плечо в палатке вход с двойным тамбуром все как положено поскольку это июль 41 года тамбур расшнурован иначе жить в палатке невозможно в принципе то есть можно можно просто вместо автоклавы использовать и вот понимаешь что там за дверями палатки стоят легкораненые смотрят а кто-то из первых рядов на вопрос сзади что там делать отвечают как поросенка свежую доктора и тут через толпу проталкивать начальник госпиталя подходит и говорит николай михайлович час уже 80 неудобно дайте сами наркоз отступать амосов некуда он старший поэтому он говорит давайте хлороформ капает хлороформа в голове одном из сейчас сердце становится капает хлороформа в голове одном из сейчас сердце засыпает разрезали то есть там поскольку это госпиталя легкораденных и первые дни там полный и никто не устал там полная бригада у него ассистирует ему тоже врач пережимают аккуратненько все сосуды идеально останавливают кровотечение идеально зашивая вот обратно амоса вы это не светом ара подержите ему голову сейчас и он будет приходить себе утошнить будет нормально после хлороформа а я пойду прогуляюсь что-то я устал потом уже вечером на абсолютно обсуждают случай естественно что говорят первым выскажусь я прошу прощения первым выскажусь я за 20 минут до операции нужно было раненому вколоть морфия потому что морфий практически устраняет фазу возбуждения на эфире и требуется меньше эфира и раненый легче засыпает и крепче спит и в общем все у него лучше в общем морфий делает человека счастливее некоторое время и в некоторых случаях показан для этой цели так вот почему не сработал хлорэтил потому что маска мала я предполагаю что наркотизировали вообще через маску имени товарища эсмарха она вообще хлорофорная на маленькая потому что эфирная маска вот на раза в полтора больше по объему на хлорэтил нужно еще больше нужно было начать не выпендриваться а свернуть фунтиком полотенце и лить на полотенце эфир не подействовал потому что раненый перевозбужден на перевозбужденных раненых эфир действует слабенько плюс я повторяю наркотизатор неопытный и скорее всего боялась перелить конечно скорее всего но хлорофор подействовал куда бы он делся да интересная история до вот жизненная очень вот так вот люди включались в работу и работали пытаясь на ходу понять а что мы вообще делаем и как это делается из воспоминаний в будущем хирурга тогда зауряд врача с четвертого курса битва за москву она прибывает в госпиталь у меня как ты понимаешь вот такие вот глаза потому что она она все это видит впервые в форме ей странно ремни непонятные люди кругом непонятные все одинаковые звуки непонятные в общем в общем реально не дай бог ну да попадает она в госпитале и встречает очень усталая женщина старший хирург госпиталя и говорит что у тебя по хирургии было пять это хорошо говорит она у нас тут ампутации первую операцию я ампутирую ты ассистируешь вторую ампутацию ты ампутируешь я ассистирую дальше сама ну логично и вот так вот и дальше сама до из этого впоследствии вырастали хирурги чуть выше чем высшей квалификации я же по-моему рассказывал про этих ветеранов да но я в принципе еще раз расскажу да конечно врач лет 80 показывает студентам такой кунштюк это именно кунштюк потому что трехэтажный шов давно вышел из употребления как наложение трехэтажного шва на мобили на мобилизованную кишку смысле то есть кишка не прикреплена у нас свободная кишка и вот на свободно болтающийся кишку нужно накладывать трехэтажный шов и она тратит меньше двух секунд на три этажа шва сильно себе студенты значит подбирают челюсть и вправляют глаза обратно она говорит что она перед ним не извиняется потому что ей уже 80 и пальцы не очень хорошо слушаются и зрение так себе работает она медленно другой случай я подозреваю здесь школу ютина хотя могли независим придумать такой предмет как предвосхищение кровотечения при операции на пальцах держится раскрытый зажим и если возникает необходимость пресечь сосуд он пережимается зажимом с другой руки не замедляя операцию вообще ну потому что вот это вот каждая секунда при операции эти секунды складываются потом в часы к вечеру но у такого обучения есть и темная сторона вот приезжает хирург-консультант фронта и обнаруживает что у одного из молодых хирургов смертность после операционное проявление живут практически сто процентов потому что посмотреть за ним некому и он пытается применить методики которые он читал в журналах которые ни разу не видел в руках он пытается их применить в меру своего понимания прекрасно у него идея это господи он хочет уменьшить травматизацию раненого поэтому делает маленький разрез чуть-чуть расширяя рану делает местное обезболивание делают его в торопях нервно посылая раствор резкими движениями не дожидаясь обезболивания продолжает оперировать а поскольку у него операционная рана маленькая то при ливите и кишечник он за кишку дергает объясняет свой результат тяжестью состояния раненых потому что у него как-то ему не на что опереться ему не отчего оттолкнуться ему не за что ухватиться он висит в воздухе то есть ему объясняют ему показывают он приходит в ужас ну и в принципе меняет свой подход чаще всего вот когда мы с игорем николаевым писали железный ветер эту трилогию его я собственно во второй книге историю с операцией на животе я описал принципе вот из мемуаров времен великой отечественной на круто вот так вот работали продолжали работать в принципе конечно перед войной писали что мы не можем рассчитывать более чем на 12 час как правило мы не можем рассчитывать более чем на 12 часовой непрерывный рабочий день хирургом операционным как правило исключения бывали в сорок первом исключения бывали огромные опять же далеко не каждый старший хирург госпиталя или медсанбата понимал причем не головой всем включая спинной мозг что у нас не спринт задача не обеспечить максимальную производительность в ближайшие трое четверо пятеро суток задача обеспечить ровную производительность в ближайшие четыре года это доходило до людей с большим трудом люди работали по несколько суток не разгибаясь не отрываясь как сейчас помню когда в этой деревне мы принимали раненых работали ровно неделю причем никто не уходил своего рабочего места после недельного напряжения потеряла сознание очнулась в избе рядом стоят разрезанные сапоги ноги настолько отекли что сапоги снять не удавалось кушали стоя за операционными столами кто-то под маску на пинцетах что-нибудь давал из съестного бурденко писал что по его собственному опыту при большом наплыве раненых первые трое суток можно не спать совершенно а потом еще четверо суток спать по 3-4 часа в сутки к сожалению говорил концу недели подобной работы вырабатывается определенный автоматизм в операциях не идущий на пользу раненых как человек который однажды по собственной глупости выходил 36-часовой рабочий марафон я скажу другими словами врач начинает работать примерно как зомби делая какие-то движения руками инструментами в принципе не очень в виде пациента ну скорее всего да это просто за грани мне кажется физических возможностей понимаешь такая штука человек в физически хорошей форме хорошо мотивированный способен на совершенно изумительные вещи реально изумительные но да всему есть предел однозначно естественно сорок первый год это год великих отступлений войска попадали в окружении войска попадали в плен под вязьмой целую было бы было зарыто огромное количество санимущества которое в позапрошлом году частично было выкопано и к сожалению полностью проскочила мимо меня я об этом узнал когда его уже целиком выкупили но правда в основном выкупила говорят военной медицинской академии так что не пропадет и надеюсь в целом немцы поскольку у них были свои специфические взгляды на войну и территорию неходящих раненых обычно достреливали военнопленных они уничтожали в первую очередь голодом до тех пор пока просто на них из германии не прикрикнули а работать кто будет тем не менее были исключения я зачитаю историю одного исключения просто потому что это единственная история подобного рода который вообще слышал раненые стон вплачут от боли но я сделать ничего не могла у меня уже и бинтов не стало но вечером заходил переводчик у меня спросил чего бы я хотела я ему сказал что мне ничего не надо потом с однозначением сказала почему раненым помощь не оказывает это ведь все равно раненые русские или немецкие одинаковы переводчик сказал я передам немецким врачам на утро пришли санитары немецкие с носилками и забрали наших раненых в операцию вторично пришел переводчик с немецким врачом и передавшим немецкие врачи просят меня остаться у них и работать с ними так как много раненых русских а у них кадров мало но я ответил нет и немецкий язык не знаю очень прошу меня отправить с русскими машинами и действительно отправили она приехала в смоленок там был русский госпиталь она в нем работала и даже хлеб был хороший и было его достаточно после каждого завтрака обеда и ужина набер набирала в карман и хлеб и своим раненым раздавала и там же в госпитале она естественно занималась она работала потом в лаборатории в смоленске занималась анализами у тех кого должны были отправить на работы в германию и почему-то в огромном количестве находил у них там то яйца глистов то прочие заболевания которые препятствовали понятно немцы их условно контролировали в принципе понятно что не что вся компания ходила под расстрелом но то ли у немцев руки не доходили все это тщательно проконтролировать то ли среди немецких врачей там смоленске была какая-то неимоверная концентрация людей тоже было но еще раз повторюсь это единственный случай на фоне десятков историй об уничтожении госпиталей с персоналом что есть то есть все бывало то есть реально когда у нас участвуют миллионы человек сказать что чего что то вообще невозможно мы не можем у нас могло быть все в начале 42 года у нас состоялась не просто медицинская конференция а заседание ученого совета при главном военно-санитарном управлении красной армии на уже в сорок первом начали проходить первые конференции по обмену опытом я вот не помню когда осенью сорок первого была сдана первая научная работа на материале войны небольшая в целом довольно простенькая и чуть выше как-то банального к вопросу о но это была работа на реальном материале я вот сегодня посмотрел программу пироговской конференции для молодых врачей секции по военной полевой хирургии в ней отсутствует странно очень странно вообще конечно вот выступление одного из специалистов открывавших конференцию меня пробило куда-то в печенке он сказал что вот мы третий раз проводим ее в дистанционном режиме и первые два раза из-за коронавируса нас пандемии нам не доставил а сейчас есть определенные трудности препятствующие да что вы говорите какие интересно определенные а да вот я не буду здесь озвучивать того комментарий который дал у себя в блоге потому что там у меня все эти более приватное место вот но в целом сказать что я удивлен таким тоном значит ничего не сказать вот николай иванович пирогов эта пироговская конференция как бы вот офигел от чтения программы так бы и не выфигел обратно я думаю в течение минимум года да уж отличные последователи вечером со мной сделался истерический припадок скольча понятно вот на соседании ученого совета при главном военно-санитарном управлении рабочих и стенской красной армии естественно разбирались дефекты и совершенно естественно дефекты разбирались уровне прости господи банальщины то есть ну реально господи чё ж мы делаем из армейских районов в глубокий тыл то есть не из полков не из дивизий из армейского фронтового района в глубокий тыл эвакуируются раненые завшивленные то есть без санобработки да уж эвакуируются раненые там буквально я почти цитирую с несколькими хворостинами примошенными вместо шины эвакуируются раненые плохо обработанные порой необработанные смирнов отмечал неумение начальников санслужбы фронтов и армии маневрировать медицинскими силами и средствами ну то есть у нас организация боя всегда с ну как это с конца девятнадцатого века однозначно основана на питании боя из глубины то есть там где мы отсутствует там у нас отсутствует маневр там у нас никогда не хватит сил сколько бы их ни было неумение распорядиться ресурсами невозможно залить ресурсами потому что все ресурсы будут потрачены в ходе выяснения че с ними можно сделать ругали за несоблюдение асептики но опять же это было именно отдельными случаями насколько я могу понять и за это серьезно ругали причем что интересно чем глубже в тыл тем хуже организация и асептика в эвакуационных госпиталях прямо позор это я цитирую и неизвестно чем это объясняется если мы посмотрим на вермахт у которого что-то раза в два медсанбат больше чем у нас то у них в этом отношении все было вообще проще у нас по словам англичан которые бывают были у нас под вязьмой асептика возведена в культ немецкий батальонный ассистент артст прямо говорит своему помощнику асептического периодичного материала мало асептику соблюдать не будем здоровые немецкие организмы все выдержат конечно здоровый человек выдержит но не здоровый ну мы его так не спасем да и опять же у нас же как у нас организовано да у нас лечение начинается во фронтовом и в кофе фронтовом районе это примерно 500 километров от линии боя но свечен считал что 500 километров фронтового района к линии боя до перебор но это он считал на опыте первой мировой 2 мировой другой уровень моторизации и другой уровень воздушной и танковой угрозы я просто помечаю что вот 500 километров он считал раскол излишеством для первого конечно вот ну так вот 500 километров и у нас именно во фронтовом районе шлок начиналось активное серьезное лечение потому что в армейском районе нас все-таки были госпитали которые не должны были возвращать раненых в строй которые должны были раненых готовить дальнейшей эвакуации у немцев роскошный медико-санитарный батальон две транспортных роты прям в нем две одна автомобильная 2 гушевая у немцев учета более-менее есть в армиях в основном изъятые из дивизий госпиталя какой-то серьезной медицины группы армии как таковой как организации у немцев нет ну потому что варшава берлин у нас 500 километров конечно проще эвакуировать туда у них фронтовой район тонет в глубоком тылу а тут у 500 километров это не очень далеко и перегруженные железные дороги тащит раненых в глубокий тыл поскольку забегая вперед итоговая статистика у немтов значительной степени утрачена армейским способом ничего связанного по немецкому возврату в строй мы сказать не можем хотя кстати тут недавно метод недавно один добрый человек подарил подшивку военно-санитарного дела за 31 год и я внезапно обнаружил там без каких-либо отсылок 50 60 процентов возврата в строй германской армии в первую мировую ну то есть эта цифра как-то 50 60 без источников она слабенькая но это хоть какая-то опорная точка то есть заметно хуже чем у французов заметно лучше увы чем в российской империи опять же медсанбаты косячат не распознанно основное ранение в медсанбатах в 21 проценте случаев не распознанно осложнение приведшие к смерти в медсанбатах в двадцати пяти процентах случаев в госпиталях в двадцати трех огнестрельный перелом тазобедренного сустава распознан в медсанбате правильно в нуле процентов случаев офигеть ну да смотри как правило огнестрельный перелом тазобедренного сустава это ранение куда-то на уровне верхней трети бедра это слепое ранение которое описывает ранение с малой зоной поражения от этого термина уже начали отказываться и в принципе термин малая зона поражения она она относится скорее к бытовой производственной травме них боевой но термин ранения с малой зоной поражения бодро-весело использовали и она запутывала вообще всех вот типичный пример эвакуирует не типичный пример самый яркий пример вот у нас эвакуируется раненый диагноз слепое ранение верхней трети бедра острый аппендицит принципе то что раненого с острым аппендицитом эвакуируют это признак того что врач находится немножко в полуобморочном состоянии совпадение вот так вот ранение аппендицит не думаю понятно при операции вернее до операции к счастью при внимательном исследовании огнестрельный перелом тазобедренного сустава офигеть как врач это ловит вот к нему принесли раненого раненый судя потому что он выжил у него был шок первой степени то есть скомпенсирован из которого выходит но шок первой степени заострившиеся черты лица холодный пот по говорит врач с шансами вчерашний студент это я помню это фасис гиппократика это скорее всего живот и тыкает пальцем раненому в живот с вопросом больно раненому пуглина и как бы того что врач ему чем-то тыкает в живот он даже особо не замечает ему больно просто все время больно вообще больно потому что скорее всего иммобилизация никакая о говорит думает себе врач в животе у него больно фасис гиппократика и сейчас мы убедимся что у него аппендицит есть прекрасный прием которому меня учили вынести ног подними правую ногу жестоко не но на самом деле были случаи пострашнее то понятно когда раненого осматривал невролог и проникающего ранения в живот не заметил на следующий день врачом по моему психиатром был раненый был выписан в часть где скончался от острого перитонита нету хирургов нету где их высь в дивизии нету хирургов в дивизии да в дивизии нету хирургов либо хирург либо хирурги есть но один но один он даже не то что но один лежит в обморок а другой оперирует типичные ошибки лечения боевой травмы зашивание ран наглухо все тот же первичный шов которые запрещали запрещали до не до весь не вы запрещали рассечение ран без показаний опять же вот у нас ситуация да вот у нас касательное ранение то есть фактически пуля прошла под кожей не очень длинный раневой ход где-нибудь допустим в бицепсе в принципе нефиг его трогать но нет неопытный врач прям его рассекает на по всей длине чего-то в нем делает а потом еще и зашивает наглухо то есть он делает целую кучу лишних телодвижений допустим у нас есть ранение осколками гранаты и любому любому врачу хотя бы с годом боевого опыта видно что это мелкие пылевидные осколки под кожей точно трогать даже не будет что само выйдет то само вылезет но потому что за этими осколками в булавочную голову которые сидят на глубине максимум там в 3-4 миллиметра за ними бегать только это сам только ноги сбивать неопытный врач возится полтора часа аккуратно рассекая каждую рану и пытаясь найти в каждой ране каждое народное тело да отказ от активной обработки ран за истечением срока вот каждый раз когда я говорю про сроки да вот при тебе что я всегда добавляю когда говорю про сроки это среднее смотрит 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 всегда не на срок она состояние да точно но тем не менее неопытные врачи смотрят на сроки прошло шесть часов с момента ранения не оперируем дальше что у нас делается тугая тампонада ран вот у нас сейчас продолжают бегать с тампонадой ран я к этому продолжаю относиться с осторожностью из недавней информации принесенный значит ветром ранение резана резана колотая рана предплечье врач в эту рану зафигает зафигаривает тугой тампон с гипертоническим раствором соли внимание вопрос зачем то есть тугой тампон в ране всегда превращается в пробку вот профессор преображенский что нам говорил про повязку зачем нам нужна повязка какое у него главнейшее действие дренаж отсасывающего вот понимаешь вот ты помнишь но если мы забиваем тугой тампон уже не будет такого ничего дренажа нет у нас там под тампоном скапливается раневое отделяемое раневое отделяемое если в нем есть хоть немножко бактерий это идеальная питательная среда в том числе для анаэробов гангарену можно схватить елки-палки но при некотором желании можно все в сорок первом году это сорок первые годы конференции сюда дождают си значит внедрили систему хирургов-консультантов что хирург-консультант этот человек который все время ездит и по смотрит показывает ездит смотрит показывает система это работала но профессор гергалов очень деликатный человек у него в принципе понятная профессиональная солидарность он говорит что некоторые консультанты действуют не показом а только словом и указать на то есть потому что показная операция полчаса операции заменяет два часа рассказа потому что рассказать можно но показать необходимо с этим работали учились правильно маневрировать силами средствами и при отступлении и при стабильном фронте и даже при наступлении началось там тем потому что при наступать маневрирование силами и средствами при наступлении это общение то что при отступлении при стабильном фронте во первых при наступлении нужно зажать сопли в кулак и сказать мы выдвигаем медсанбат понимаешь человек вот там человек полгода говорил значит медсанбат отводим медсанбат отводим медсанбат отводим у него рука не поднимается медсанбат выдвинуть он уже потерпел в сердце своем неудачу и он уже отступает он уже он уже бежит разбитый то есть это требует это требует определенных навыков и именно вот психологической ломки после нескольких месяцев отступления наступать от психологической ломка для всех опять же в наступлении свои сложно на наступлении большой реально большой поток раненых особенно в начале наступления у нас вот мы развернули медсанбат на уставной дистанции от линии боя а к вечеру мы не в 6 а в 30 километрах от линии боя а у нас медсанбат полный раненых надо что-то делать надо что-то как-то куда-то делать и и возникает вопрос а как потому что безусловно в прошлой жизни где-нибудь в 40-м году мы об этом что-то читали и даже может быть если это кадровый врач даже может быть что-то на учениях разыгрывали но это было в прошлой жизни да и понимаешь в прошлой жизни все раненые были условные а тут они лежат да а тут и раненые безусловные и противник безусловный в общем это сложненько жить реально сложненько жить потом при этом что еще значит профильные врачи по мере того как у нас накапливались выздоравливающие нас понемножку но это принципе всплыло позже у нас понемножку начинали всплывать проблемы с встановительной хирургии и опять же посреди всего этого возникает вопрос почему у нас какой добрый человек одного из лучших ортопедов советского союза засунул в начальники санитарного поезда ну потому что санитарный поезд это абсолютный минимум хирургической работы хирургическая работа в санитарном поезде это в принципе это что-то из ряда вон выходящее неправильное но потому что как мне он требует остановки то есть когда мы оперируем у нас хирургический поезд перестает быть пирогическим поездом пист он становится не очень удобный мобильный операционный потому что в вагонах вагоны все-таки штука тесная вагоне нормально не пооперируешь сложно дальше у нас у нас всегда начало войны связано с массовым движением контингентов из глубины причем призывники массовое движение контингентов из глубины связано с разнесением по всей этой нашей так называемой объективной реальности чего ну эпидемии всяких ну не слава богу не пить будем надеяться что не эпидемии болячек болячек различных всякого брюшного тифа всякого сыпного тифа и прочей заразы заразной против этого у нас что у нас есть против нас есть карантины заградительные санитарно-заградительные отряды и прививки тогдашние допустим прививка но современные там наилучшие современные там реально 21 века прививки от брюшного тифа сохраняют эффективность год тогдашние прививки полгода плюс современная прививка это как правило там шприц на миллилитр 2 тогдашняя прививка учитывая там необходимость разведения того сего 5 10 просто вот активность действующего вещества это 10 20 миллилитров вынь да положь прими-получи в наши дни народ там страшно орал и выл на реакцию на коронавирусную вакцину что там типа там день-два себя плохо чувствуешь тогдашняя ситуация фигакнули там три вакциной и пол взвода лежит с температурой 39 поэтому в общем строевой комсостав был немножко не в восторге при виде значит врача бегущего из 20 граммов шприцом на перевес но тут такое плюс к этому в условиях цитирую известной стесненности в бактериологических препаратах из-за отсутствия контроля прибывающих людей прививаю до бесчувствия на каждом этапе ну а потому что даст при как раз с вакцинации можно перестать перестараться можно с чем угодно то ли пять то ли восемь литров чистой родниковой воды принятой подряд ломают человеку водно-солевой баланс так что человек может успешно двинуть ко мне всем можно убить включая родниковую воду большинство и варвар способен не только разбить свой нефритовый степень говоря и древние китайцы нас новость на богатом опыте но и порезать обе руки да по-русски это немного по-другому звучит но да я думаю дураку как говорится стеклянный ненадолго что в переводе с латыни означает этому умнику больше не наливать точно вот ну китайская изящный поговорка конечно при этом когда у нас фронт более-менее стабилизировался у нас конечно огромную роль сыграла опора ленинградского фронта на лень и волковского на ленинград и фронтов держащих москву на москву в москве естественно все больницы превратились в госпитали и каждая больница открыла еще по еще по госпиталю то и по два где нибудь рядом ну то есть в школах причем тоже тоже отдельная проблема у нас есть школа но школы без пищеблока поэтому вот прямо сейчас вынь да положь нам пищеблок госпитали глубокого тыла там даже казань великие луфи на самом деле вот если допустим пройти по любому курортному городу то там на каждом втором здании которая пережила войну табличка в этом городе располагался его госпиталь в том же саратове на каждой старой школе в этом город в этом здании располагался его госпиталь один добрый человек которого я прям вот горжусь и считаю своим учеником потому что я ее наслушавшись меня выбрал свои специализации в истории историю военной медицины вот он копает историю вологодских госпиталей он сам из вологды поэтому ему это особо интересно и конечно первая зима зима 41 42 года назвать это катастрофой мы не можем потому что это означает безбожно полистить ситуации потому что госпитали бегают там буквально вокруг вокруг одной живой повозки на три госпиталя которая привозит дрова понятно более того один из архивов госпиталей непонятно с какой стороны интереснее читать потому что архив архив велся на обороте взятых из архива архивов третьего отделения бумагу использовали повторно там ситуация когда на город там размером с волокду один рентгенолог это нормально и из этого расчет вообще совершенно совершенно шекспировской глубины и трагедии ситуации когда к начальнику района всех госпиталей района приходит женщина и говорит что вот мне пришло письмо муж у меня умер а дети у меня в таком то значит в городе в детдоме просят их забрать а начальники и гадинете вас отпустить не могу вы единственный рентгенолог другого нам взять нет я к сожалению не знаю поскольку при работе в архивах да при работе с реальностью мы к сожалению всегда видим кусочек истории то есть вот люди откуда-то всплыли они прошли мимо нас и вот они скрылись за углом и следы их теряются я не знаю что сделал что что произошло дальше ну то есть я конечно надеюсь что начальник района нашел кого-то кого можно командировать за детьми а могу не найти на легко потому что как потому что кого-то командируешь каждый человек на двух ставках и еще прий и еще на час раньше встает чтобы успеть хоть что-нибудь еще сделать естественно раненая при эвакуации жаловались нас сортировки сортировки и сортировки это во многих жалобах сортируют и сортируют сортируют их människor то различить начнут да в принципе очевидно нам с тобой очевидно что если раненого сортируют и сортируют отношение, что он, в принципе, стабильный и выдержит транспортировку глубже в тыл. И везет тому, кого не снимают, а везут дальше. Но при этом опять-таки транспорта всегда не хватает, в том числе обратного порожняка. А плюс к этому многие шоферы тупо не любят везти раненых. Потому что потом весь кузов уляпан, а с кого спросить? А с Кузьмича спросить? Тоже, причем как бы и Кузьмича понять можно, потому что Кузьмич тоже уже встает, он уже на 2 часа раньше встает. Он вообще просто не ложится. Нет, он спать не ложится, и при этом еще встает на 2 часа раньше. 25 часов в сутки. 24 часа еще можно встать на час раньше, он уже на 2 часа раньше встает. Но тем не менее, с этим тоже боролись и постепенно, не в начале войны, постепенно пришли к тому, что в путевом листе должна быть пометка. Проехал санитарный пост, взял раненых, или проехал санитарный пост, раненых не было. Отсутствие такой пометки в путевом листе приравнивается к неисполнению боевого приказа со всеми вытекающими. Ну, потому что... И Кузьмича можно понять, поэтому Кузьмича нужно не просить. Кузьмичу нужно сказать, что это приказ, это в твоей обязанности. Теперь Кузьмич, конечно, вздохнет, поворчит немножко, но поедет. Что еще делать? Отдельная история, я думаю, что в следующий раз просто у нас будет бенефис одной книги. Посмертные записки санитарной службы Приморской армии. Просто они успели написать, и книга эта была издана, когда почти все уже погибли, санитарная служба в условиях обороны Одессы и Севастополя. Потому что там в деталях описана и организация фронта, и обучение санитаров, и обучение фельдшеров, и обучение врачей. То есть кадров нету, хирургов в нужном количестве нет и не будет, санитаров нет и не будет, поэтому нужно обучать из людей, которые есть в наличии. Нужно придумывать, как готовить, как переподготавливать. Да, тяжело. Опять же, допустим, больницы, значит, про тот же там московский ленинградский тыл. Больница имени Медсантрут, да, было такое название, я вот такое революционное название. Мне всегда казалось, что все больницы названы имени Семашко. Нет, не в Суфи. В Москве, по крайней мере. Вот больница имени Медсантрут, это вот Медсантрут, это вообще профсоюз работников. Ну понятно, да. Да, то есть больница, в общем, вот. Она за время своей работы, госпиталь на её базе успел побыть госпиталем, по-моему, чуть ли не армейского подчинения, потом фронтового, потом госпиталем глубокого тыла. Медсантру ему бы быть, к счастью, не доверяется. Но, допустим, в Ленинграде эвакуация из Медсантру в госпиталь фронтового подчинения могла выливаться в транспортировку с первого этажа на третий. Ну понятно, логично. Да. Опять же, там, ленинградская медицина, это отдельная тема. Я не уверен, что я смогу набрать материала именно вот под рукой хорошего на целый рассказ. К сожалению, девушка, у которой была и есть книга именно вот по ленинградской военной медицине, она, к сожалению, поссорилась со всеми вообще. Как-то все, кто немножко наблюдал этот процесс, вздыхают и говорят, что скорее всего ей бы психиатра хорошего и вовремя. Извини, это не смешно. Когда человек, с которым ты дружишь на твоих глазах, замыкается в себе, начинает всех обвинять и обрывается всеми связи, это на самом деле, ну то есть на распад личности, в общем-то, хорошего и близкого человека смотреть жутенько. Это, к сожалению, совершенно не смешно. Это, в общем, на это смотреть даже в чем-то страшнее, чем на смерть. Потому что тело остается, а человека нет. А человека уже нет. Но я постараюсь набрать информации и оттуда. И вот с 41-м годом худо-бедно справились. Ситуацию как-то более-менее стабилизировали на фронте и стабилизировали в медицине. Дефицит лекарств, да, дефицит лекарств. Дефицит шин, дефицит носилок, лабораторное оборудование честно называем бедным. Рентгенологи есть, рентгеновских аппаратов не особо. Но тем не менее, Красная Армия держится, фронт держится, тыл работает. Где-то там, далеко за морем, в английском генштабе гордо собирает свой выигрыш человек, который 22 июня поставил на то, что Советский Союз продержится больше трех недель. Нет, на самом деле, ты будешь смеяться, но 22 июня 41-го года в английском генштабе заключали в Парис, сколько продержится Советский Союз. В основном ставили надвинители. Ну, конечно. После Франции что-то никто же не думал, что так все выйдет. Ну, вообще никто не думал. Немцы, в принципе, тоже думали, что Красная Армия любезно позволит себя полностью уничтожить в первый месяц боев. И, кстати говоря, вот уже в сентябре 41-го года в дневниках Гальдера встречается такое упоминание, упоминание, что офицерские курсы не справляются офицеров в войсках, начинает не хватать. Если наша статистика за 41-й год по большей части организованно уничтожена при отступлении, либо не организованно утрачена при отступлении, то с немецкой статистикой все вообще весело. Немецкая статистика это праздник какой-то. В процессе работы над книгой я наткнулся на немецкий ЖБД, который читал просто с неописуемыми чувствами. Потому что вот у них дивизия наступает, потери там 15 человек. Вот дивизия наступает, потери 20 человек. Вот дивизия наступает. Через две недели такого наступления батальоны сведены в роты. Ну, нормально. Да, то есть потерь нет, людей тоже нет. Нет, ну... Куда-то люди делятся. В боевых подразделениях именно происходит В общем, немцы как-то так считали потери, чтобы их не насчитывать. Опять же, вопрос такой очень сложный. Очень сложный. Там тоже ситуация. На тыловую колонну внезапно выскочил советский танк, очень недовольный жизнью, и всех, кого смог, обидел. Уничтожено 12 грузовиков, потеряно 2 человека. Свообразно, согласен. Вот на этом, наверное, мы на сегодня, я думаю, как раз нормально рассказали. И следующей темой у нас будет, скорее всего, Одесса и Севастополь. Ну, и у нас впереди еще исключительно много интересного. Отлично. Спасибо большое. Ты нас здорово поддержал в этот раз на форуме. Слушай, у меня был безумный синдром самозванца. Я вылез с 5-минутным кое-как подготовленным рассказиком. На самом деле, я внезапно начал понимать японцев, у которых, кстати, Фейнман, Фейнман человек вообще, у которого самомнение было сравнимо только с его талантом в физике. Вот Фейнман был крайне шокирован, узнав, что в японской математике существует понятие «Ваше великолепное доказательство» и «Мои скромные попытки доказать». Ну, вроде понравилось. Все равно. Спасибо огромное. Еще раз, господа товарищи, если у кого-то есть возможности найти данные по штатам нашей медицины, если у кого-то есть возможность потыкать в документы, не те, которые представлены на памяти народа, тому, кто делал поисковик на памяти народа, я бы руки-то из задницы повыдирал. Ну, там вообще все сделано, да, прям для людей. Да. Все, как у нас любят. Вот. Если у кого-то есть… То есть, опять же, допустим, у меня, к сожалению, нет возможности пойти по архивам ЧОСа. Если кто-то может предложить какие-то интересные номера, по которым можно что-то заказать, я верю, что среди десятков тысяч человек, которые меня смотрят, есть хотя бы двое, которые это могут сделать. Вот один уже есть, еще один мы тебя ждем. Парни, все помогаем, очень надо. Ну, и опять же, нынешний ролик, по-моему, 20-й в этом цикле. Тоже юбилейный. Тоже юбилейный. У нас было 5 лет канала, а теперь 20-й. Теперь 20-й ролик. Друзья, и спасибо вам огромное, особенно тем, кто поддерживает нас на платформе спонсор, потому что, ну, в данный момент все ролики, не только этот, но вообще все выходят только благодаря вашей поддержке. Спасибо еще раз. Всегда с удовольствием. Да, до следующего раза. До следующего раза. До свидания. Удачи. До новых встреч. Всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok